Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мне вот в инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркивающая нижняя латиница, на русском Будда Гришна, три российских флага. Пришла фотография подписчицы, фотография Веры Алентовой, и она просит прокомментировать, вот как она пишет, неузнаваемая или там с изменившейся внешностью, что с ней произошло, что с ней случилось. Друзья, действительно, я посмотрел в сети очень много обсуждений того, как изменилась Вера Алентова. Меньшова пишут действительно, что изменилась она до неузнаваемости. Вы знаете, что она похоронила мужа Меньшова, и вот эту фотографию выложила ее дочь Юлия Меньшова. Что же пишут в сети? Самое интересное, что на вот этот изменившийся ее образ, ну, как мне кажется, это вот субъективно мое оценочное мнение, субъективно оценочное мнение, мне кажется, что все-таки она прибегала к услугам каких-то пластических хирургов, потому что, ну, измениться так невозможно, просто изменив образ. Тем не менее, люди пишут, боже, какая красавица, преобразившаяся Вера Алентова, вызвала восхищение. Скоро народная артистка Российской Федерации отметит 80-летие. Народная артистка Российской Федерации Вере Алентовой 21 февраля исполнится 80 лет. 80 лет. Она продолжает играть роли в театре имени Пушкина. По словам ее дочери Юлии Меньшовой, скоро Алентова выйдет на сцену в спектакле «Мадам Рубинштейн». «Только я знаю, чего стоит ей именно эта премьера», пишет дочь Юлия. «И какой же она фантастический боец», отмечает Меньшова в Инстаграм и как раз публикует фото родительницы. Ну, конечно, это полный шок, потому что здесь Вера Алентова выглядит абсолютно не похожей на себя. Поклонники пишут множество комплиментов в адрес Алентовой, желают ей здоровья и успехов. Боже, какая она красавица, пишут. Ух ты, какой образ у мамы, какая красавица женщина, какая хорошая актриса, она неподражаемая. Ну, просто Мэрил Стрип. И тут же пластический хирург комментирует ее изменившуюся внешность. Вот я обнаружил, пластический хирург оценил внешность изменившейся Алентовой и сказал, может, она просто счастлива. Тагир Файзулин не уверен, что актриса ложилась под нож. Пластический хирург Тагир Файзулин рассмотрел свежие фотографии Веры Алентовой. Значит, Юлия Меньшова недавно показала, как изменилась ее мать, которая в прошлом году похоронила мужа Меньшова, вы знаете. И, к тому же, она еще переболела этой страшной болезнью. Вере Алентовой скоро исполнится 80, но на снимках она выглядит значительно моложе. Многие считают, что актриса сделала несколько пластических операций. Я тоже придерживаюсь этого мнения, потому что так измениться невозможно. Еще раз скажу, просто изменив образ. Значит, пластический хирург, между тем, поясняет, что внешность могла измениться как благодаря грамотному пластическому хирургу, так и естественным образом. Если посмотреть в Инстаграме Меньшовой, там есть небольшое видео, где идет подготовка к юбилею Веры Алентовой. И помимо этой фотографии проводятся съемки. Друзья, ну, еще раз скажу, мое мнение, что действительно здесь грамотная работа пластического хирурга. Я не утверждаю, что это так. Но вы знаете, просто вот подписчица пишет, что вы против, а почему-то здесь не сказали. Я против пластической хирургии. Почему? Против фейстюнов, ретуши и так далее. Я против того, что вот женщины в возрасте, в прекрасном возрасте, влияют тем самым на и своих коллег более молодых, и, в принципе, на подрастающее поколение. И я считаю, что у нас нет культуры любви к собственному телу, культуры любви к старению и так далее. У нас впечатление такое, что состариться, стариться, это все как-то некрасиво и так далее. Я действительно против этого. Но в данном случае, друзья, мы должны учитывать, конечно, несколько факторов. Почему? Первый фактор. Она похоронила мужа. И вы знаете, очень многие люди, когда происходит вот такая личная трагедия, когда уходит такая глыба, как Меньшов, очень образуется такое, знаете, пустое пространство, пустота, очень сложно которую чем-либо заполнить. И многие жены попросту, ну, не справляются, что называется, скатываются в эмоциональную пропасть. И многие просто не переживают уход. А тем более, когда такой выдающийся человек, талантливый, как Меньшов. И, вы знаете, то, что она сделала с собой, если даже она прибегала к услугам пластических хирургов, это может быть ее внутренний какой-то такой, знаете, шаг, психологический акт самоизменения. Почему? Потому что для нее это как перелистнуть страницу. Вот она была с Меньшовым. Действительно, я видел Веру Алентова, она действительно очень сильно не похожа на себя, очень сильно изменилась. Но действительно, это может быть такой психологический акт, знаете, как она перелистнула страницу в том смысле, что я была с Меньшовым. Это одна жизнь, и это я была одна. А сейчас, условно говоря, моя другая жизнь. Я одна, и почти 80 лет, но нужно жить дальше, нужно что-то еще успеть сделать и так далее. И теперь я другая, это моя другая жизнь. В принципе, с точки зрения психологии, это правильно. Почему? Потому что она не забывает о том, что был Меньшов с ней рядом. Она благодарит, она рада, да, и она живет другую жизнь. Потому что, очевидно, без Меньшова это ее другая жизнь. И как бы для женщины это же такой психологический внутренняк. То есть нужно сделать шаг и начать жизнь другую. Как правило, у женщины это связано еще и с изменением внешности. Кто-то перекрасится, пойдет кто-то еще что-то сделать. Но если есть возможность какого-то радикального боли, самоизменения, то в принципе это вот с психологической точки зрения как раз есть правильное переживание ухода. Например, мужа, с которым длительное время прожили. Почему? Потому что осознание того, что это была одна жизнь, одна фактически же, не часть жизни, а вот одна жизнь, теперь другая, и нужно научиться в ней. Многие женщины судят немножко по-другому и немножко по-другому делают. Они помнят, что вот это вот моя жизнь, и они постоянно вспоминают, что все не как раньше, все не как раньше. Это приносит массу неудобств, потому что они вспоминают, как с мужем было хорошо, как с мужем было, так скажем, хорошо, например, ехать на машине, а теперь некому отвезти. Как с мужем было хорошо поехать, например, не знаю, куда-то, а теперь нет его и так далее. Уже в возрасте я имею в виду, в прекрасном возрасте. И это приносит массу не то, что неудобств, а негативных таких эмоций, слез. Почему? Потому что постоянно идет сравнение с жизнью с мужем, как сейчас плохо. Акцент ставится на негатив, на том, что нет. А в данном случае, я думаю, что она сделала очень правильно, потому что она расставила акценты, что это была одна жизнь, а сейчас она одна, и она должна получать какое-то удовольствие в этой другой жизни. И вот это, мне кажется, внешнее изменение говорит о том, что она перелистнула страницу и идет дальше. И вот в таких случаях, тем более, когда, если мы посмотрим, там же нет, не знаю, как у Успенской, там вообще маска, довольно грамотно все сделано. Я считаю, что это оправдано в силу того, что она никак не пропагандирует эту пластику, не выставляет где-то свои фотографии, еще что-то. Ну вот, выставила там дочь. Действительно, она здесь очень похожа, кстати говоря, на актрису Мэрил Стрип, прям фантастически. И мне кажется, что в таких случаях оправдано, потому что применение какой-то пластической хирургии, потому что это, возможно, просто спасает человеку жизнь. Потому что в 80 лет можно просто следом уйти, знаете, и все, и не пережить. Это здорово, что он находит в себе силы. И вообще всегда здорово, когда человек в трудные моменты жизни похоронить мужа, перенести в 80 лет почти уже эту страшную болезнь. Это ужасно. Человек находит в себе внутренние резервы, какие-то силы для того, чтобы идти дальше. Это здорово. Интересно ваше мнение, друзья. Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live. Инстаграм Будда Гришна. Нижняя подчеркивает нитик на латиниц, на русском Будда Гришна. Ты российских флагом. Всем пока, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok